Звук. Тогда давайте сделаем так, что сегодня быстренько перейдем, начнем с новостей. Я уверен, что вас очень это интересует. Новости есть, новости есть разного плана. Я бы хотел просто еще пару слов сказать о презентации, вернее о Брелинской выставке, которое происходило на прошлой неделе, о нашем участии и пару комментариев, которые я считаю важным для вас передать. Значит, сейчас я включу пару... Извиняюсь. Я не могу говорить, я получил связь, все, спасибо. Я извиняюсь. Значит, берлинские фотографии. Сейчас мы посмотрим, где они у нас тут есть. А есть ли они у нас тут вообще? Ага, есть. Быстренько пройдемся по ним, что тут есть еще. Вот. Дополнительно, на это вы все видели. Я дополнительно хочу остановиться на мотор-колесе. Мотор-колесо было презентовано сегодня. Кто смотрел в начале у нас нашу передачу, был видео, где, значит, Михаил Кириченко брал интервью у Бусева, разработчик или ведущего по этому проекту. Вот. И он рассказывал там достаточно много интересного. Здесь такая существенная деталь есть. Если вдруг у вас будут спрашивать, чтобы вы знали. Смотрите, здесь, значит, мы видим с вами есть мотор, есть колесо качения, которое катится, крепится мотор-колесо прямо к корпусу, к раме к Юнибусу или Юнибайка, соответственно. И у меня там спросили, говорят, интересная история. Вы говорите, что есть так называемый управляемый мотор, электромотор, значит, современный, а здесь у вас дисковой тормоз. На что мне специалисты тихо сказали, что пускай будет стоять здесь. Здесь фактически, конечно, у нас внутри, но пускай все знают, что у нас такой вот мотор, вернее, вся система с тормозом. Этот тормоз есть тоже на всякий случай. Понятно, да? А там он экспонировался, он там есть, и это для ручного торможения. Ведь в поезде тоже есть возможность вручную затормозить. Так и здесь. Но это зависит все от скоростей и так далее. Таким образом, вот такая вещь. Хотел я вам рассказать, но еще раз, мне рассказали, что очень стройный юнибайк. Видите, какая красавица. Красавица сидит внутри, и сама конструкция очень изящная. Она получила очень резную оценку, сама конструкция. Много народа. Это было отмечено всеми на нашей выставке. Вот, и здесь я еще раз приведу фотографию, где видно, не фотографию, а буклет, в котором были представлены с Ковей. Технология. И рядом была Next Future Transportation. Так называемая тоже компания, которая представляла вот эти вагончики, которые, ну, на полуавтомате могут бегать. Но они бегают по улице. Мы с вами, друзья, все передвигаемся на втором уровне. Так, и это хорошо. Мало ли мы проводили импульс или вирус в системе управления? А так есть возможность вручную дорогу. Да, правильно, правильно, Алексей. Значит, здесь еще раз покажу вам пару фотографий, вот где видны у нас, значит... Вот куда это делось. Что же это такое сегодня? Все плохо работает. Вот, и поэтому здесь хорошо видно, где маленькие, значит, вагончики представлены. И это все, это маленькие настольные макеты. У нас же вы видели прекрасный, прекрасный большой стенд, где... На большом стенде, где большие образцы, промышленные образцы представлены. И в конце тут вот еще видно, значит, хорошая фотография мне прислали, где хорошо видно, как в Юнибайке сидят два любопытствующих и знакомятся с тем, что там на экране монитора можно увидеть. Это тоже достаточно такой, ну, хороший вид, где отсюда видно возможности Юнибайка. И это все реально. Они все, эти мониторы, работали. Не было ни одного папье-маше или какой-то там, ну, скажем так, искусственной вещи. Таким образом, выводы. Выводы по этому всему делу следующие, дорогие друзья. Что риски, да, риски есть временные. Технология, она, ну, пройдет процесс ее состояния. То есть она начинает реализовываться. Но одни инвесторы обратили на это внимание. Я считаю, необходимо и до вас довести то, что определенным риском является следующий. Это временной риск, который появление на рынке. Там было сказано, что вы молодцы, вы первым появились, но вы должны выдержать теперь полный, так называемый, темп продвижения на этом рынке. Потому что здесь сейчас все увидели, все сейчас присмотрелись. И не исключено, что есть риск, что, ну, например, такой тупой риск. Кто-то где-то, значит, примет решение и полмиллиарда долларов грохнется в разработку технологий. Но у вас есть преимущества, у вас есть уже экотехнопарк, у вас есть процесс начала сертификации, определенные элементы есть, и вы в этом плане впереди. Но вы должны выдерживать динамику движения. В противном случае не исключено, в мире такие случаи бывали, что вдруг кто-то начнет очень сильно суетиться, что-то аналогичное подавать и так далее. Поэтому, дорогие друзья, да, такой риск есть. Но, опять-таки, все зависит от нас. И здесь как раз вот прозвучала такая фраза, что а почему вам, скажем, всей вашей сообществу, ну, малых инвесторов, скажем так, не быть заинтересованным принять в свое сообщество такого крупного, крупного, мощного инвестора. И это абсолютно правильный разговор. Поэтому я к чему это говорю? К тому, что не стоит бояться, что вдруг придет кто-то большой, и все это дело как бы нам нашу хорошую, спокойную жизнь в нашем инвестиционном красивом пруду, скажем так, изменит. Это только будет к лучшему. Потому что впереди, как уже было сказано, существует целый ряд адресных проектов. Это несметное количество адресных проектов. И процесс в этом плане идет. Но мы, те, кто мы инвестируем, у нас есть сегодня настоящее. У нас и будет будущее. Потому что проект развивается. Поэтому вот столько еще об InnoTransit. Теперь следующая новость. Если это для кого новость, для кого-то, может быть, нет, кто-то знает. Пользуйтесь такой возможностью в личном кабинете в новом. Есть по ссылке в документах. Есть возможность зарегистрировать партнера прямо в своем личном кабинете. Там есть все, кроме того, чтобы... Есть одно маленькое но. Его сейчас дорабатывают. Но его буквально на днях должны доработать, если уже сегодня не сделали. Что нет возможности назначения... Логин назначаешь, а пароль невозможно вручную назначить. Его тебе присылают. И это не совсем хорошо. И это должны там исправить. Это одно но. Теперь, естественно, новость, она, скажем так, уже не тайна, что грядет переход на восьмой этап. Поэтому надо готовиться. И об этом мы сегодня еще немножко поговорим. Теперь следующее, о чем сегодня хотелось бы с вами поделиться, дорогие друзья. Это то, что у нас начинается такой спор. И вообще-то даже не спор, а дискуссия. Но, поверьте мне, эта дискуссия чисто такая терминологическая. Чем мы занимаемся? Или хорошо, или плохо? По-разному тут проходит по различным блокам информационным, по сайтам. Что краудфаундинг или краудинвестинг. Значит, какая разница, краудинвестинг или краудфаундинг. Поэтому для нас, кто мы есть, мы, тем не менее, этот проект продвигаем. Мы передаем информацию. Я рекомендую воспользоваться и пользоваться термином краудфаундинг. Грань очень тонкая. Она чисто юридическая. И поверьте мне, что специалисты, которыми мы советуемся, с которыми постоянно мониторим то, чем мы занимаемся, чтобы это все было законно, они говорят, что да, здесь надо просто очень правильно и, ну, скажем так, последовательно придерживаться того, что вы делаете. И мы с вами к этому еще придем. И давайте сейчас тогда уже сразу и посмотрим. Смотрите, значит, что такое, значит, краудфаундинг. Мы придерживаемся краудфаундинга. И повторяю схему, но уже в другом некотором изложении. Инвестирую в проект. У меня появляются сразу две возможности. Получаю залог в виде акций в Евразии НРЭЛСКОВЕ СИСТИМС и решаю забрать залог сразу. Получаю гарантию через три года возврат суммы плюс проценты. От меня зависит, куда я пойду. Возьму ли я, возьму ли я, да вот никак стрелку опять не найти, ладно. Возьму ли я вариант с акциями, залог, который слева, или же я беру гарантию, получаю гарантию, решаю ждать возврата суммы, я остаюсь кредитором, имеющим гарантию, имею требования к тому, кому я передал инвестицию. Есть второй вариант. Решаю забрать залог сразу, я становлюсь акционером, я в реестре, я акционер. Поэтому фактически здесь налицо краудфаундинговые действия. Нет купли, нет продажи ничего, во-первых, да. Я, видите, я инвестирую, это не равносильно тому, что я покупаю. Никто не продает, никто не покупает. Мы инвестируем и получаем соответствующую возможность. У нас есть выбор. Это говорит о том, что проект в любом случае является венчурным, то есть рисковым, рисковым проектом. Но такая операция и такие взаимоотношения, они реальны, они не требуют лицензированной деятельности. И поэтому они сейчас во мире все больше и больше применяются, чтобы люди могли участвовать и использовать свои средства для создания себе определенной инвестиционной стратегии. Таким образом, столько о краудфаундинге и краудинвестинге. О краудинвестинге я о нем сейчас не буду говорить и в термины не будем сейчас влазить. Здесь прошу еще раз обратить внимание на то, что у нас есть две возможности. Первое, да. И второе, это то, что инвестирую, а не покупаю, не продаю. Это очень важно. Приобретение через инвестицию происходит у нас здесь. Так, я даже не могу сказать, вопросов пока нету. Окей. Для, значит, для тех, кто, кому еще важно, здесь, ну, это я не буду повторять. То есть это и так ясно. Теперь давайте вернемся еще, посмотрим у нас SkyWay проект, о проекте. Пройдемся к нему и остановимся на седьмом-восьмом этапе. Будем немножко о нем говорить. Смотрите, значит, ну, естественно, что мы имеем четыре вида транспорта, вернее, три вида транспорта и четвертые средства передвижения. Если быть уже, ну, скажем так, придирчиво подробными. Потому что это вида транспорта, а юнибайк – это средство передвижения, развлекательный туристический вид передвижения. На средстве транспортном, тем не менее. Городской транспорт со всеми его плюсами и минусами. Минусов нет здесь. Минусы есть у… Минус только то, что его пока нету, как нам сказали. Что вот хорошо было бы сюда, хорошо было бы туда его применить. Почему это надо постоянно повторять, дорогие друзья, что вот эти картинки, которые я вам показываю. Вы понимаете, вроде бы люди. Это чисто из, ну, скажем, такой практики. Не буду называть кто. Присылает, ну, уже достаточно длительный период, то одну. Вот у нас есть идея там с одного района города, через речку в другой район города. Значит, вот вроде бы карта, вот вроде бы то, все, пятое, десятое. Я говорю, дорогие друзья, четко опишите, что вы хотите. Сколько людей, куда, какова трасса, сколько надо туда, значит, юнибусов. Это мы сможем здесь с вами продумать и так далее. Но представление о том, как юнибус, какой он из себя есть, у людей еще достаточно слабое. Вот. И стараются как бы применить его, скажем так, строить короткую, то есть переправу через речку в виде юнибуса. Ну, в этом есть определенный смысл, но там надо очень много считать для того, чтобы построить вместо моста, поставить просто юнибус. То есть, значит, люди не думают о том, что как будут подъезжать. С одной стороны, понятно, да? С одной стороны есть точка, откуда стартует станция А, станция Б. Одна на одной стороне речки, другая на другой стороне речки. Надо очень внимательно относиться к тому, что находится вокруг этой станции. Какие транспортные средства туда подходят. Есть ли там дорога, есть ли там парковочные места. Что там еще есть. Это очень важно. Точно так же и на следующей, на другой стороне. Что интересно, сейчас проекты все больше и больше показывают понимание людьми того, что очень важно в городских структурах, в больших или в меньших, применять так называемую кольцевую систему надземного транспорта, что позволяет по периметру этого города или большого поселения, но это уже стотысячники и так далее, в более мелких городах транспортные проблемы минимальны. А уже там много соттысячники и от полумиллионника и миллионники, там, как правило, есть уже большие проблемы. И там надо их решать. И поэтому там все приходят, как правило, к кольцевой системе. Поэтому надо в комплексе смотреть. Если, например, мы сегодня занимаемся адресным проектом, который касается, допустим, какого-то фрагмента будущего, то нам сегодня уже надо представлять, а что же в целом будет завтра. В противном случае мы создадим, ляпнем что-то, а потом будем притягивать за уши уже так называемую систему целого. Таким образом, рекомендуется обязательно смотреть, а что будет дальше. То есть немножко вперед и тогда смотреть, а как решать вот эту локальную сегодняшнюю задачу. Я обращу ваше внимание, дорогие друзья, что точно так уважаемый наш коллега, наш партнер Рот Куб поступил в Австралию, кстати. Нет, ведь на первый взгляд кажется, что проект в этом флангерском университете это выдернутый, отдельный какой-то вот такой, ну, точка и все. Просто взяли и ляпнули на всякий случай. А нет, дорогие друзья, я специально задавал роду вопрос, он говорит, нет, дорогой друг, ведь это у нас уже заранее предусмотренная определенная часть будущей системы, которую мы будем предлагать, ну, в Аделаиде, в Аделаиде, вот этому, в этом штате, этому городу, значит. И это будет применяться. И там, кстати, тоже будет вводиться почти что в дальнейшем, почти что, так называемая, она не совсем кольцевая, потому что там она будет практически ходить по пятиугольнику. Вот. Но, тем не менее, кольцо. А что полагают эти точки, так называемые, периметра, крайние точки периметра? Это значит, что накапливаются из-за пределов этого поселения, накапливаются какие-то необходимости. Это могут быть и грузы, кстати. И не только грузы, это могут быть машины. Это парк-энд-драйв, как они за границей называют, то есть паркуйся и передвигайся. Значит, они позволяют запарковаться в этой парковке. Причем мы с одними, значит, тут на одном предприятии обсуждали их план развития, и вдруг у них у самих выстрелы, делюсь с вами. Абсолютно бесплатная идея. Они занимаются металлоконструкцией, и говорят, что, а почему бы нам не сделать пеналы, металлоконструкции, пеналы для парковки машин? И вдруг, а поскольку они знают, а с коллеги им когда-то рассказывали, и супер, это и вам понадобится. Вот это я просто так сейчас сыпанул бисер. Значит, воспользуйтесь. Об этом мы еще будем и можем говорить, когда мы будем говорить более подробно об адресу проекта. Мы пока с вами осваиваем ту технологию, которая, казалось бы, на первый взгляд достаточно проста. Она нет, она требует системного подхода к этому вопросу, если мы хотим говорить об адресных проектах. Поэтому городской транспорт, надо знать его возможности, его технологические и технические, как бы, ну, характеристики, и только тогда мы можем говорить о будущих адресных проектах. Естественно, это нам пригодится и при общении с теми людьми, которым мы передаем эту информацию. А почему мы ее передаем, дорогие друзья? А мы передаем, потому что, с одной стороны, большинство из нас, 80%, я полагаю, по теории Паретта, или по закону Паретта, что мы этим занимаемся от, как бы, миссионерских, то есть это мы чувствуем, что это наша миссия, мы хотим поддержать, мы хотим оставить след в, ну, в истории, там не в истории, а след в пространстве, в духовном пространстве, своим участием в развитии транспорта будущего. И тем самым мы передаем. Но тут есть и определенная, как бы, и корыстная цель. Мы и материально в этом заинтересованы, и тут ничего плохого нет. Материальный мир, он, мы живем в материальном мире, мы пришли в материальный мир реализовать свои задачи, реализовать свою миссию. И поэтому нельзя заниматься только в одну скорбость. То есть надо иметь в виду и то, что существует материальная составляющая. Высокороскоростные и комфортабельные международные перевозки пассажиров. Вот, пожалуйста, до них еще надо дорасти, но они могут очень быстро выстрелить на определенном этапе. Поэтому они существуют, их надо учитывать, и их надо знать. Смотрим дальше. Грузовой транспорт. Если кто следит, присутствует на нашем чате, проскочила очень интересная информация о том, что, какая была статья в журнале или научном, да, в научном издании. Не помню точно название, значит, неважно. Там ученый, который занимается развитием регионов, северных регионов, предложил и с использованием уже технологии SkyWay целый ряд решений, задач Ямала и этого округа. Именно задач, так называемое, освоение природных ресурсов и оживление этого региона. Абсолютно у людей, абсолютно гениально начинает работать уже, как бы, творческая мысль, они начинают смотреть, использовать дальше. И это просматривается в многих местах. Грузовой транспорт, он может очень сильно выстрелить. Я вам скажу так, что это уже не большой секрет, но маленький секрет, то, что вот-вот-вот-вот должны завершиться, значит, так называемые предварительные переговоры, где будут определены уже так называемые окончательные исходные условия строительства трассы, о которой уважаемый Сергей Сибиряков уже давно говорит. То есть лед с одного места в другое место, с озера Китай, с Китая еще что-то сюда, и так далее, и так далее. То есть грузовой транспорт, он будет... А если мы еще вернемся обратно к исходной точке и воспользуемся информацией, которая говорит, со всех, ну, может быть, не так сильно слышно, но уже сейчас существует 35-40% нехватки питьевой воды в мире. Казалось бы, вроде воды везде завались, а в мире ее уже не хватает. Почему? Не потому, что ее нету, она вся загрязненная. Все мы, кто мы живем в городах, то вода, извините, она уже на второй, на третьей минуте движения в водопроводных трубах, она уже низкого качества. Хотя нам вешают, я извиняюсь за то, за выражение, вешают лапшу, пардон, на уши, и говорят, нет, вода чистая, там она хлорирована, а хлор – это отдельная история, там она фторированная, она там пропущена через лучи, через всякие. Нет воды, дорогие друзья. И ученые говорят, что от этого очень много зависит наше здоровье, наше состояние. Поэтому я считаю, что так называемая социально-оздоровительно-экологическая задача Skyway очень мощная. И тут эту задачу нельзя не доучитывать. И я не исключаю, что масса трасс будет в первую очередь построенной именно как раз под грузовой транспорт. Но опять-таки, если быть рациональным, строишься один вид транспорта, то почему бы не построить? Ведь смотрите, путевая структура, которую мы здесь видим, под этим видом транспорта, она позволяет внизу пустить городской транспорт. или так называемые юнибусы для решения задач городского транспорта. Я уже не говорю о логистических или так называемых инфраструктурных возможностях, которые представляет такая металлоконструкция для, ну скажем, сопроводительных, используя сопроводительные функции. То есть очень мощный ресурс и резерв развития в будущем. И это, кстати, специалисты, которые понимают в логистике и в транспорте, отметили и говорили нам, вот смотрите, как это здорово, какие конструкции и так далее. И это было очень приятно и неожиданно слушать на выставке, на инотрансе. Это было немного, но это было. Это так. Юнибус, его или нет, это вариант юнибайка, извиняюсь, более такого массового, для туризма уже. Вот это вся фишка, от которой нельзя отказаться. Дело в том, что когда вот спрашивали у меня на инотрансе, то я, что, ну скажите, ну что вот особенность? Можно начинать рассказывать, что есть такой, такой транспорт. Там очень хорошо было видно на фотографии юнибуса, наверху были, единственное, что там было макетов, было, были транспортная структура или, скажем, рельсовая структура. Вот это было, это было макетом здесь, на этой самой, вот поймал я эту штуку, вот это было макет наверху. Если посмотрите фотографии, вы увидите, да? Вот. А сама суть есть. Вот как я это дело понимаю, и люди сразу же врубались на выставке. Много там приходилось говорить, причем приходилось говорить и по-русски, и по-английски, и по-фински даже приходилось говорить, да? Вот. Они понимали, да, рельс, да, ага, рельс. Так, а это новый рельс. Да, новый рельс. А что здесь особенного? А что особенно? Особенно то, что он полый. Внутри он свою жесткость или не жесткость, а свою прудость получает за счет того-того, но то этой массы элементов, струнных элементов, пучка, предварительно как бы напряженных, ну, скажем, стальных проволок. Вот она здесь находится. Плюс наполнение специальным, наполнительным специальным бетоном и одета на облегченный, для рельса облегченный, облегченный. Рядом стояли рельсы, которые просто были как бы монолиты, да? А это совершенно облегченная легкая конструкция и коронка этого стального рельса. Вот основная первая. Как бы, ну, можно первое. Второе, неважно в какой последовательности, можно начинать с того, что это транспорт второго уровня, то есть он надземный. От двух там метров, как у нас говорится, до такой высоты, до какой необходимо и целесообразно его поднимать. Вот. И, ну, до 100 метров, в принципе, можно поднять, если это надо. Таким образом, это второй элемент, это то, что они, что эта трасса надземная. И далее, очень важно то, что существует у нас все-таки, дорогие друзья, мотор-колесо. Мотор-колесо, опять-таки, не новость. И у нас здесь на чатах, и на сайтах, и везде. Говорят, да, ну что там есть одни, два, два, третьего типа. Мотор-колеса уже в конце позапрошлого века знали. Да, знали. Но, видите ли, вот в нашем юнибайке, юнибусе применяется специальная конструкция. Я уже об этом вначале говорил, какая и чем она отличается. Видите, здесь тоже видна определенная часть, так называемая тормозная часть. Вот. Здесь мотор, и это колесо. Но еще есть и опорное колесо, или так называемая структура колеса опорного, стабилизирующего эту, как бы, систему. Если мы внимательно присмотримся, мы видим, что между двумя стабилизирующими колесами существует еще так называемая тормозная балка. Назовем ее просто так. Я не знаю, как она правильно называется, но она здесь есть. И это обратили мое внимание. Я был невнимательным до сих пор. Делюсь с вами честно и откровенно, что такая тоже вещь здесь существует. И это тоже надо нам знать, дорогие друзья. И это уникальная система. Вот особенности. И плюс особенность в том, что она является полностью автоматизированной. Это создает, с одной стороны, безопасность, большие возможности управления потоками. И плюс еще важно знать то, что наша система, она уже сама трасса находится под автоматическим контролем. А пойдите-ка, сделайте это на железной дороге, дорогие друзья. Это никак не сделайте. Пойдите на любом другом виде транспорта это сделайте. Не сделайте. А здесь возможно, да, автобус можно как-то там, ну, камеры установить и все. А здесь только приблизился, все, есть сигнал, если что-то произошло, опять есть сигнал, все, мы в безопасности. То есть система очень четко настроена на безопасность. И это тоже важный элемент этой технологии. И еще, видите, здесь в комплексе видно, да, вот как раз такой вид, но он без сидячих мест. Всего два сидячих места было в Юнибусе, который был представлен, модификация, которая была представлена на выставке. Но в целом она практически такая. Единственное, что там два места сидячих, остальные для того, чтобы люди могли стоять. Что еще вам здесь очень важно было бы сказать? Ну вот, мотор-колесо, он позволяет управлять электромагнитным потоком, вернее, электромагнитному потоку через его управление позволяет создавать различные режимы использования, торможения, ускорения, фиксация, разгон и так далее. Грузовые, различные варианты, экотехнопарк. Это наша жемчужина, скажем так, как мне сказали, что Володя, что Владимир Маркович, что ты знаешь, вот уже только, ты можешь вообще ничего потом никому не говорить, но если, или вернее, не если, а когда, когда завершится строительство экотехнопарка, ты можешь примазаться и сказать, я участвовал в строительстве экотехнопарка. И этим будет все сказано. И этим будет, скажем так, это будет венец твоей жизни. И я это хочу сказать каждому из вас, дорогие друзья, кто вы там, по ту сторону интернет-связи, которая сегодня, кстати, или не кстати, не совсем хорошо работала, но, тем не менее, это так, дорогие друзья, экотехнопарк. Не буду повторяться, что здесь есть, это и всем ясно, но могу сказать, вот эта структура сейчас монтируется, идут работы полным ходом. Единственное, что бывает так, что там, значит, по графику работает, но кто там были на месте, говорят, что все устроено достаточно рационально, процесс идет. Но то, как этот процесс идет, очень многое зависит от того, как мы переходим и как мы работаем на этих этапах. Таким образом, здесь я вам повторю один слайд, который когда-то был использован. Как говорят, повторение, мать учения, для освоения информации. Седьмой, восьмой этап. Напомню вам, в чем, ну, август, когда мы начинали в 2015 году. Трансфер был 5 миллиардов акций, дисконты были от 200 до 640. То есть, за одну инвестированную, за один инвестированный доллар была реальная возможность получения. И получали люди, значит, в свой инвестиционный пакет образовывалось у них такое количество акций. Которая акция, каждая акция по одному доллару. Шестой этап, декабрь, 2015 май, продлился он немножко дальше, он прошел, ну, да, он как бы в мае-июне, в июне закончился, а был запланирован таким образом, да. Вот, и седьмой, вернее, в апреле начался седьмой этап, и он прошел до июля месяца, до июня-июля месяца. Так, вот, на шестом этапе были уже такие дисконты. Седьмой этап, в котором мы сейчас работаем с вами, уже начинаем, значит, июнь, июль, август, сентябрь, 4 месяца, время летит быстро. Здесь инвестиций должно быть набрано 15 миллионов, и акций выданных на трансфер акций, это 7 миллиардов. Подходит восьмой этап, дорогие друзья, июль, октябрь он планировался, мы сейчас уже в октябре, следовательно, он будет октябрь, ноябрь, может быть, ну, да, октябрь навряд ли, ну, где-то, да, октябрь, ноябрь, точно. Он в октябре будет начало, когда, это вы узнаете на следующей неделе, когда будет начало, вот, будет объявлено очень четко всем, скажем, старые ошибки, стараемся все исправить. Вот, поэтому достаточно будет времени, чтобы все свои инвестиционные процедуры провести. Причем я хочу вас, как бы, обратить ваше внимание здесь по случаю. Значит, статистика показывает, что достаточно большое накопление средств у инвесторов в личных кабинетах на так называемых бонусных счетах. Значит, смотрите, рекомендуется, чтобы, там есть хорошие пакеты, воспользуйтесь сейчас этим, дорогие друзья. Значит, будут достаточно интересные предложения, разработаны, очень интересные предложения, но это уже следующий этап, дорогие друзья. Поэтому посчитайте, посмотрите, взвесьте все, да, и еще вот до конца месяца есть хорошая возможность воспользоваться именно своими бонусными счетами. И при этом, обращаю ваше внимание, что 10-ти месячный период декабрьских инвестиций с дисконтом 600, он закончился в сентябре, так, и сейчас есть возможность его продления. Продляйте, если у кого есть такая возможность, кто не может на повышение пойти, пойти на понижение, но продляйте. Это, скажем, хорошая возможность сохранить на следующие 10 месяцев хорошую инвестицию. Вот, и в восьмом этапе у нас 7,5 миллиардов акций должно выйти на трансфер для залогов и гарантии поступления инвестиций 20 миллионов. Дисконты значительно меньше. Я, извиняюсь, я давно не смотрел, что вы здесь пишете. Так, может дойти до того, что... Да, правильно, Евгений. Действительно, вода будет очень ценным средством противосходной, да. Это у мотор-колеса противосходная система. Да, правильно. Противосходная система – это не только колеса, но и, значит, эта планка, которая там есть. Но, тем не менее, она может быть и тормозной с какой-то степенью, скорее всего. Для инвесторов есть выбор выйти в Skyway, Skyway Capital, Skyway Invest Group. Насколько различаются бонусы при вступлении. Значит, Алла, для инвестора есть выбор. Но вы понимаете, значит, провокационный вопрос. Что выгоднее при невысоком уровне инвестирования? Не понял вашего вопроса. А как использовать акционные деньги? Акционные деньги, Евгений, надо использовать для того, чтобы осуществить сейчас, пока дисконт такой, какой он есть, инвестиции в те пакеты или в те конкретные пакеты, которые предлагаются среди обычных акционных пакетов в обычном списке. Если вы хотите, смотрите, ходите через клик на инвестиции, инвестировать, извиняюсь, и смотрите, там в таблице есть различные пакеты, выбираете пакет в зависимости от суммы, которая у вас набежала там в акционный. И по дисконту, по определенному, можете этим воспользоваться. Я впоследствии вам покажу, что и как там лучше делать. А на восьмом этапе, так, дисконт встанет на восьмом или уже нет. Ну что такое дисконт 600 останется на восьмом или нет, Ольга? Вы понимаете? Ведь дисконт, он, как вам сказать, пока вы инвестируете, он есть. Он и на седьмом был, он и на шестом был. Понимаете, да? И он и на восьмом, естественно, будет. Если вы сейчас сделали, он на восьмом и будет. Вот. Скажите, а на восьмом этапе можно будет взять следующий очередной пакет с дисконтом, который мы зарезервировали? Нет. Что называется, вы зарезервировали в декабре? Вы пакет начали проплачивать. Вы его, Валентина, значит, вы его проплатили. Если его закончили, да, вы можете его снова продлить сейчас. Но именно сейчас это делаете. На восьмом вы тоже это сможете сделать. Если он у вас был. Не зарезервированный, а доведенный до конца. Здесь она, где купить. А, там вот был вопрос, значит, где купить. Вы знаете, дорогие друзья, я вам хочу сказать следующее. Значит, что мои рекомендации, не потому что я в Кэпитал, поверьте мне, значит, у кого есть, ну, скажем так, уже есть опыт и в СВИГе, и в Кэпитале, и в РСВ, решение каждый принимает сам. Это правильно. Но вы посмотрите, что где происходит и где какая поддержка. Значит, я не хочу ничего говорить в адрес других, но просматриваются очень такие, скажем так, тенденции не совсем, не совсем, как вам сказать, поддерживаясь и скобей. И поэтому выбирайте сами, и где вы инвестируете. Это ваш выбор, дорогие друзья, естественно. Поэтому я здесь не буду никакой агитации проводить. Время покажет. Так, а на какую сумму на данный момент можно... А, в момент проданы акции. Вы знаете, акции не проданы. Я же вам сказал, они не продаются. И вопрос некорректный. Акции, в акции инвестировано. И инвестировано сейчас на достаточно большую сумму. Не буду здесь, скажем, спекулировать. Это можно просчитать, что именно вот, скажем так, через пакет. Я так предполагаю, что от акций крауд... Сейчас я покажу вам. От акции, значит... От акции вот этой компании... Значит, смотрите. От акций евразии, наверное, скорее системы сполдинг. Их 60 миллиардов, да. Можно предполагать, если мы находимся на седьмом-восьмом этапе, то где-то половина, а я думаю, больше половины, абсолютно проинвестировано. Проинвестировано через вот так называемую краудфаундинговую систему. Но вы учитывайте еще то, что есть еще дополнительные инвестиции, которые были сделаны. И они тоже существуют. Поэтому я полагаю так, что большая часть инвестиций, ну, скажем так, 2-3 инвестиций здесь уже осуществлены. Это мой прогноз. Я точно не знаю, поэтому я просто говорю, как я рассуждаю. Новая видность технопарка, новое видео с технопарка. Вы знаете, Георгий, вопрос очень правильный и интересный. Ну, что там показывать, значит, скорее всего, будет тогда, когда уже Юнибус и Юнибальт будут на эстакаде, на транспортной системе. Что там раньше показывают? Может быть, какие-то определенные будут. Я бы лично этого не делал, не показывал бы. Показал бы только там, может быть, слегка, что ага, вот это установлено или это установлено. То есть так называемые факты, которые мы, как лирокомпания, которая ведет вот такую, как бы, работу, она обязана это делать, и это делается. Кэпитал и РСВ это делают. Ну, и поэтому такая, что ли, текущая информация будет. А показывать уже какое-то видео, скажем так, целостное, я бы сделал только тогда, когда уже будет транспортное средство будет установлено на саму структуру, транспортную структуру. Так, свитка неси больше. Так, ну, ясно, там всякое бывает везде. Кириченко с вами на следующей неделе ждите. Ждите. Кириченко никогда не обманывает. Перед ним надо снять шляпу. Будет информация, главное будет. Значит, тем более, что она есть. Единственное, что сейчас попросили Юнибус и Юнибайк направить еще Белоруссии на одну выставку, может быть, это чуть-чуть притормозит их установку. Ну, не знаю. Там оперативно решают различные вопросы, поэтому, скорее всего, будет информация. Будет, скорее всего, информация по транспортной структуре, которая там сейчас устанавливается. Вот. Теперь, значит, обратно еще мы вернемся. Таким образом, мои вам пожелания. Значит, очень важно еще раз определиться, через какую компанию вы инвестируете. Тем более, что я вам обещаю, что здесь, значит, не лукаве, что будет очень хороший, как бы, инструмент использования именно работы для структуры со своими, ну, как бы, партнерами, введен в личный кабинет в ближайшее время в капитале. И у вас будет возможность, кто заинтересован, кто является инвестором, с которого есть своя определенная структура, он получит этот инструмент и будет доволен. Не надо будет нигде рыскать ни по каким материалам. Там всегда будут обновлены необходимые материалы для подачи всей технологии, для подачи информации. Она будет абсолютно доступна, скомпонована в определенные блоки. И это все будет. Таким образом, рекомендую это учитывать. Строить свою инвестиционную грамотность или свою инвестиционную грамотность повышать и строить свои инвестиционные стратегии. Мы об этом уже говорили, еще вернемся тоже через какое-то время к этому. Но грядет восьмой этап. Будьте, товарищи, господа, дамы, господа, коллеги, соинвесторы, партнеры готовы к этому. И теперь напоследок адресные проекты, инвесторы и IPO. Значит, ключевые слова. Об адресных проектах я уже немножко сказал. Эта тема будет актуализироваться с каждым следующим этапом, все больше и больше. Причем актуализироваться именно с одной стороны инициация этих проектов, с другой стороны, участие в этих проектах нам как инвесторов. Таким образом, вторая тема. Инвесторы. То есть, привлечение мощных инвесторов это только плюс в нашу копилку. Поэтому учитывайте это и не бойтесь этого. И следующее. Я так думаю, это мой прогноз. Это чисто мой прогноз. Я с ним пока еще так обменивались. Сергеем Сибиряком он тоже сказал, да, скорее всего, так и будет. Он, в принципе, тоже придерживается этой же самой мысли, что IPO будет. Извиняюсь. Значит, так называемую электронную биржу надо будет достаточно в ближайшее время вводить. И для этого есть экономическая и тактическая потребность. Об этом мы на следующий раз или в ближайшие времена встречи будем говорить. Что электронная биржа, она будет, в общем-то, полезна для оздоровления процесса, для тестирования процесса инвестиций. И хотя, в принципе, я уже вам говорил, что RSV Systems и головная компания, которая как бы введет всю вот эту организационно-экономическую стратегию Skyway, она подготовила уже, есть материалы, или не материалы, а уже подготовлены, выбор сделан, какой электронной биржей можно будет воспользоваться. Осталось только определиться, когда это самое правильное время сделать. Но могу вам сказать, в ближайшее время вполне реально. Не исключаю, что до конца года, как было обещано, это так и будет. Потому что уже целесообразность вполне реальная есть. Это восьмой-девятый этап вполне может произойти. Вот. И теперь, значит, дивиденды. IPO и дивиденды. Вы знаете, значит, не буду сейчас вдаваться в подробности, была беседа, связана с очень крупным международным инвестиционным фондом. Я просто назову цифру, которая, ну, как бы, они оперируют. Это от 300 миллионов долларов. Значит, проекты такие инвестиционные для них интересны. Вот. И они очень серьезно просматривают, рассматривают в Skyway технологию, вот, все то, что у нас здесь есть. Вот. И в этом плане одним из вопросов был поставлен имя, они спросили, предполагалось ли у вас выход на IPO. Ну, ответ получили, да, это предусмотрено. Если вы посмотрите бизнес-план, там это бизнес-план и поэтапная разбивка говорит об этом. На это настроена вся система. Они сказали, это очень правильно. Но будьте внимательны, если, значит, мы с вами начнем или когда вдруг сложится все у нас, да, то в любом случае мы будем, как бы, предлагать очень, скажем, осторожную тактику и стратегию выхода на IPO. У нас есть опыт. Спросили, а у вас есть опыт? Мы говорим, нет у нас опыта. Хотя, ну, у меня есть выход с одной компании, эстонской компании на лондонскую биржу. Вот. А у Skyway нет этого опыта. И поэтому они сказали, да, мы готовы внести свои компетенции, помочь в этом, потому что это очень важно, правильно установить стоимость одной акции. Ведь они же прямо и сказали, так как и мы с вами говорим, что вы же не заинтересованы в том, что войти куда-то и по дешевке все продать. Естественно, нет. Понимаете? А можно войти и получить адекватную оценку этих акций. Что это даст? Это даст правильный приток средств для дальнейших адресных проектов для строительства трасс. Поймите правильно, что IPO мы выходим не для того, чтобы свои амбиции, своего кошелька реализовать, а мы выйдем на него для того, чтобы открыть мощный поток финансирования уже через биржу строительных проектов будущего. Вот как к этому делу надо подходить. А оттуда будут зависеть наши дивиденды. Как мы уже не раз с вами разбирали, мы видели и помните, мы разбирали вариант, а реально ли получить один цент дивидендов на одну акцию. Реально, дорогие друзья, более чем реально. Это абсолютно возможно и мы будем получать. Самое главное, чтобы мы знали, что наша акция, она будет в ближайшем будущем стоить более одного доллара. И от доллара, и выше. И это будет так. Таким образом... А, есть еще вопросы. Так. Сидят информации, что готовится встречная продажа акций корневой системы. Что-нибудь знаете об этом? Когда? Встречная продажа нет. Вы знаете, это не встречная продажа. Насколько я знаю, рассматривается в одном инфляционном проекте не продажа акций, а так называемая подмена. Вы понимаете, за нашими акциями стоит технология. Пока технология не сертифицирована, они в полном смысле международного залога как бы под так называемые традиционные деньги не проходят по стандартам. А взаимное, это так называемый, значит, обмен. То есть выводится, закладывается, находится партнер, который готов говорить, да, окей, я вижу, что технологии есть, я беру на себя определенные риски, но я выпускаю облигации или я выпускаю другие акции, что, в принципе, почти одно и то же, хотя не совсем. И это называется, как называемый, встречный обмен определенный, который позволяет открыть поток. Но это в случае, если это необходимо и целесообразно. Все надо взвешивать, и, слава богу, все взвешивается. Вторичная продажа, так, вот, вот так вот. А, все вторичные продажи, вторичные системы. И вторичная, а, я понимаю, значит, вторичная продажа, я не совсем правильно вам ответил, Нина, значит, вторичная продажа, это дело в том, что не вторичная, а вывод акций на так называемый, на продажу. Мы сейчас не продаем и не покупаем акции. Мы, в принципе, сейчас пока инвестируем и получаем залог акций, становимся акционерами. Вернитесь обратно туда, в наше начало, в наши беседы, где я вам показывал, что продажа или инвестиция не равна продаже. Мы не занимаемся продажей или куплевыми акциями. Мы занимаемся сейчас все-таки инвестированием и получаем акционерные инвестиционные пакеты. Так, есть еще вопросы? Если нет, дорогие друзья, мы сегодня затянули, я буду сейчас заканчивать. Я благодарю вас за великое терпение, которое вы проявили в начале нашей сегодняшней, так называемой, через пень-колоду, начало связи. Участвую в этом. Желаю вам больших успехов. И что еще? Скорее спасай планету. А, здесь были еще вопросы. Как переходить из ВИГа к капиталу, Георгий? Значит, вы знаете, Георгий, переходить не надо. Значит, я просто скажу, что, например, у меня была недавно беседа с определенной, с одной группой людей. Они говорят, что, ну как так, вот у нас 600-е пакеты в СВИГе, а мы видим, что хотелось бы куда-то в другое место перейти. Вот там, там, то-то, то-то, то-то. Значит, я говорю, а что тут страшно? Давайте заканчивайте там пакет. Тем более, в сентябрь месяц они должны были у вас уже закончиться. И вы абсолютно берете, декларируете, что у вас такой пакет был, и выходите куда хотите. И продолжаете там, начинайте точно так же, такой же 600-й пакет. Если он у вас был 600-й. Хоть в капитале, хоть в РСВ. Где вам удобней. Бога ради. Понимаете, да? Только единственное, что надо сделать, надо четко показать, что он у вас был, доказать, что он у вас такой был. Вы можете в любой из инвестиционных компаний, в капитале или в РСВ, его продлить. Нет никаких вопросов. Так, есть ли еще? Значит, у меня доканчивается в январе. Ну, в январе, значит, в январе, Георгий. В январе говорить будем. Все. Больше нет вопросов? Тогда все, дорогие друзья. До скорых встреч. Всего вам доброго. Строй, скайвей, спасай планету. Строй, скайвей, спасай планету.